Дальше, наверное, хотел бы поговорить на следующую тему. Это Поль Погба, некоторая переломная точка в его карьере в Манчестере Юнайтед, которая означает, что, мне кажется, он Манчестерин уже покидает, но, следовательно, попытки найти для него новый клуб. Переломная точка, мне кажется, это то, что мы наблюдаем в эту паузу на сборной. То есть назрело это давно, но сейчас это решение уже финализируется. Мне кажется, те слова, которые доносятся от Погба, от его окружения, это то, что означает окончательный разрыв отношений с Манчестером Юнайтеда. Я думаю, что летом он команду покинет. Тут есть и банальный ракурс того, что, когда он находится в сборной, он может говорить свободнее, меньше согласований нужно с клубной пресс-службой, и очень многие футболисты этим пользуются. Поэтому неудивительно, что в эту точку мы эту ясность получили. Тут есть и непосредственно интересные мысли Погба, который сам очень здорово анализирует свой роль в Манчестере Юнайтед и в сборной Франции. Наверное, от этого можно оттолкнуться. И оттолкнуться в том числе при поисках потенциального клуба для поля Погба. Я об этом писал, на самом деле, в Телеграме. Можете там тоже глянуть это, если вам нужна цитата конкретная. «Играя за сборную Франции, — говорит Погба, — мне проще. Я постоянно играю и играю на своей позиции. Я знаю роль и чувствую поддержку тренера. В МЮ все иначе. Тяжело показывать стабильность, когда постоянно меняется позиция или схема, или партнеры. У меня очень хорошее отношение с Дешамом. Он дал мне постоянную роль, которую я хорошо освоил. «Есть ли у меня постоянная роль в Манчестере Юнайтед?» Ну, и вопросительный знак. Он задается этим вопросом. Я периодически задаюсь этим вопросом, но не могу на него ответить. Вот так вот выступил Погба. И, в принципе, суть его рассуждения, мне кажется, правильной. Во-первых, действительно, у него нет постоянной роли. И даже за последнее время он в Манчестере Юнайтед. Даже вот в этом сезоне, как минимум, на четырех абсолютно разных позициях он успел поиграть. Можно по-разному считать, но это минимум, программа минимум. И его функции тоже очень сильно трансформировались на этих разных позициях. Во Франции у него есть большая определенность. И это то, где с ними возможно спорить. Можно с ним спорить в том плане, что даже если бы все очень сильно хотели бы выстроить все под поле Погба, футбол сборной Франции достаточно оборонительный, с достаточно звездными футболистами, он невозможен, в принципе, на клубном уровне. Все равно на клубном уровне будет слишком много андердогов, которые вынудят играть в абсолютно другом стиле эту команду. Там сезоны разыгрываются не по формуле плей-офф, а в турнирах, которые разыгрываются по формуле плей-офф, есть намного более зрелые и структурные команды, которые тебя накажут, так как никто сборную Франции не накажет. Это ряд факторов, которые и Погба не учитывает. То есть, с одной стороны, никто не должен освобождать Манчестер и Юнайт от ответственности за их идиотизм в ситуации с Погба. Действительно, Погба может это предъявить. С другой стороны, мне кажется, очень опасным упрощением говорить, что вот просто был бы тренер, готовый строить игру вокруг Погба, и можно скопировать. Кто-то еще указывает на то, что это можно было бы скопировать, если бы был Нголо Канте в клубе Погба, потому что у них хорошее сочетание, хорошая связка. Но нет, это бы не решило все проблемы. Не решило бы проблему того, что слишком часто в другом просто стиле более атакующим нужно было бы играть в сборной Франции. Это не от Франции зависит, зависит от соперников. То есть, на клубном уровне мало кто может такое предложить. Но в то же время, если искать команду, которая могла бы создать наиболее близкие к этому условия, то я вижу очень-очень хороший вариант. Мне кажется, просто идеальным для всех вариантом возвращение поля Погба в Ювентус. Тут можно просто плюсы один за другим перечислять, и они на самом деле очень-очень многочисленные. Ну, начать можно с очевидного. Еще не обладая всеми качествами, где-то даже гениальными, может, нестабильными, но гениальными качествами, которые обладает Погба с мячом, Ювентус уже внедрил в свою систему роль Погба без мяча. За репетицию прихода Погба отвечает Адриан Рабьо. То есть, он настолько же халтурит без мяча, настолько же заставляет своих партнеров отрабатывать за него, но при этом не дает никакой гениальности Погба, которая могла бы быть у Ювентуса, когда команда владеет мячом. То есть, очевиднейшая роль, даже без трансформации самой системы, у Аллегри уже есть. Мало того, что у него есть еще один плюс опыт работы с Погба, очень успешный опыт работы с Погба, у него есть просто позиции, с которых можно одного игрока выдернуть и поставить туда Погба. И на фоне того, что есть у других топ-клубов, это будет, на мой взгляд, работать лучше, лучше, чем для Погба в любой другой команде. Помимо этого, общая направленность Ювентуса на фоне других топ-клубов это, конечно же, менее атакующий стиль. Есть два серьезных отклонения из постоянных топ-клубов. Это Ювентус и Атлетика. И если в Атлетика меньше подстраиваются под футболистов и, скорее всего, Семена их переделывает под свою систему, то Аллегри более охотно готов подстраиваться под футболистов. И думаю, что под Погба без проблем все необходимые подстроения будут сделаны. Ну и, наконец, третий кусочек этой мозаики, который делает ее практически вообще идеально сложенной, это уже известный уход Павла Дебалы. Мне кажется, опять же, сегодня у нас часто мелькает эта формулировка, на место главной звезды нужен будет кто-то другой. И я думаю, что Погба может это потянуть. И в плане финансовом, то есть действительно такую же большую зарплату запросите, если не больше, и в имиджевом плане. Конечно, я знаю, что многих зрителей канала Погба бесит. Это не тот, наверное, игрок, который ассоциируется с ценностями, о которых мы обычно с вами говорим. А кого-то он бесит просто из-за того, что часто меняет прически, кого-то бесит из-за своего цвета кожи, кого-то из-за того, что он не реализует до конца талант. Много причин может быть. Но я уверен, что большая часть аудитории он бесит. Но мне кажется, глупо отрицать уровень его таланта и то, что он может быть такой звездой для «Евентуса». И в 19-е у него будут созданы все условия. В общем, такой челлендж был в заголовке этого стрима. Найти идеальный клуб для Погба – это трудный челлендж. Мне кажется, если бы меня попросили найти еще один, который я поставил бы на второе место, я бы не нашел. Но один, где все прямо очень-очень здорово сходится для Погба, я думаю, сейчас можно выделить. Это «Евентус». Меня бы эта история очень сильно заинтриговала. Возвращение Погба у «Евентуса» могло бы стать триумфальным в следующем сезоне. Но, по крайней мере, челлендж взять с «Евентусом» серию А вполне по зубам Погба. Поэтому это можно будет продать как успех. Вроде с этим тоже мы финишировали. Давайте проявим уважение к тем, кто, несмотря на все трудности, все еще остается с нами на связи. И подвечаем на вопросики и счета. Спасибо вам, ребята. 380 человек. Абсолютно ожидаемо, что меньше, чем обычно. Эти траблы и меня бы тоже очень сильно бесили. Но все-таки, если вы еще тут, еще не ставили лайк, можете жмякнуть эту кнопку. Сейчас даже неловко говорить, что цель в 1000 лайков в лайве мы наметили. Но вот эти проблемы, эти глюки, за которые, еще раз извиняюсь, они, конечно, нам не позволят ее добиться. Но какую-то активность проявить это поможет формату. Как раз вопрос про Погба. Добрый вечер. Не кажется вам, что проблемы в Погба частично не в Погба, а в стандартизировании современных тренеров и ограничений игроков системой. Отчасти да. Отчасти да. То есть у него в прошлую эпоху было бы больше шансов играть. Но я не могу воспринимать это как нечто негативное. Потому что это сделала команда сильнее. Команды вот просто из этой причины стали сильнее. И с другой стороны, можно сказать, а не проблема клубов, которые теоретически могли бы раньше рассчитывать на Погба, что игроки такого типажа, что он не адаптировался, и что игроки его типажа делают свои команды менее структурными. Так что, мне кажется, тут можно очень легко обернуть этот аргумент в другую сторону. И уж точно не стоит это преподносить как нечто негативное. И думаю, все-таки важный фактор, почему нельзя освободить Погба полностью от ответственности, он как раз таки в том, что много игроков все-таки адаптировались и нашли свои роли в современном футболе. Погба с этим труднее. Но если отталкиваться просто от банальной мысли, что он бы лучше с аналогичной самоотдачей, с аналогичными качествами себя бы проявил, допустим, в начале нулевых, думаю, да. Думаю, эта мысль вполне уместна и действительно лучше бы проявил. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок